Своими письменниками на гомочные генерации, только народных, сиротместовых урадженцев одразу четыре человека – Иван Мелеш, Иван Шамякин, Иван Навуменко и Андрей Макайонок. Под знаком этих именов в регионе все это проходит все литературные мероприемства. Хоть Андрея Макайонка у этой дни можно выделить особным родком, и не только тому, что он народился на Рогачевщине, где проходит День Белорусского письменства, литературная спадщина у этого письменника настолько богатая, что и зараз оказывает уплыл на культуру не только нашей краины. До речи, еще при жизни Андрея Макайонка его пьеса «Затюк на апостол» только в московских театрах и шла больше 700 разов. Это человек, который оставил в своей жизни столько творческого потенциала, что оно вдохновляет. Когда мы собираемся, и причиной тому даже его имя, мы продолжаем творить, продолжаем назидать, созидать. Имя Андрея Макайонка у журавчих носит средняя школа, где открытый присвеченный письменник у музей. Его творчество тут в угле выучают не только в рамках школьной программы, конференции, до следующей деятельности. И навод открытый в рамках Дня Белорусского письменства музей виртуальный. Это все школьная рычаистость. До Дня Письменства. Первая задумка – это сделать школьный сайт, присвеченный Андрею Ягоровичу Макайонке. На сегодняшний день наши наставники спрацовали так, что сайт запущен. Сегодня он будет в першине демонстрироваться перед нашими письменниками, вучнями так само. Разом с ним на родиме Андрея Макайонка признаются, до этого часа особные сторонки его биографии до конца не выучены. Докладно невядомо навод в каком годе и по какой причине его семья переехала звездки Борхов, где народился будущий народный письменник у Журавича, живых светков тых падений не засталося. А со светков материальных только один будинок. В этом доме Андрей Макайонок прожил омаль 30 годов. За невеликим выключением будинок до этого часа заховался в первом початком выгоде. Правда, мемориальные дожки, яка нагадывала житет народного письменника Белоруссии, на доме нема. Меж тем у Журавича мают твердый намер белые плямы у очиной литературы ликвидовать, починающих от работы в архивах до сусеч с родными письменника. В рече, это справа гонору, своих знакомитых земляков необходимо ведать и память. Я сейчас живу его брат Леониду Маладзечна, и у нас есть план запросить его у гостей, самим наведаться до его у гостей и попрацовать именно в этом на керунку. До Дня белорусского письменства на Агомщине засновали 10 литературных премий, имея письменников и поэтов местовых урадженцев. Почас литературного свята на земле Макаюнка, перший язык уручается перомосцам. Хоть сами ауторы приехали у Журавича так само не с пустыми руками. Яще пачас подрыхтовки до Дня белорусского письменства было обвечено об нараджении новой традиции. Усе письменники, у Деньги свята, повинны подарить местовым библиотекам свои книги. Только литераторами Гомельской области за пошние 10 годов их выдадено каля 270 наимене. Причем первоважная большинство этих творов знала своих прихинников. Письменники погаджаются, в дорожах советских часов у 100 тысяч экземпляров можно только марить, а не за потребованием быть можно и зараз, что год на Гомельщине отбывается больше 2000 творчих сустреч. Эффект от этих видовочный. Аудиторий шмат, это и школы, это и студентские аудитории, это и библиотеки. И поверьте мне, я ведаю свою практику, что и сегодняшняя молодь, учени, студенты все-таки тягнутся до поэтичного и прозаичного слова. И поэтому проблемы такой великой, как донести слова до читача, по сутности, нема. Олег Синтеров, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район.